Мы движемся по удивительной долине Петра, сказочной красоты и непостижимой мощи, несмотря на то, что это песчаник. Слушайте, вот такие молодцы, вот видите, где у меня пенсионеры европейские идут, еле идут. Я вчера встретил бабушку, ей лет 80, она на этих палочках поднималась, там в горы, туда надо переться. Жуть какая, в общем, выдохлись все, но не мы, но не она, она поднималась. А в прошлый раз я встретил пожилую женщину, она русскоязычная, в бананужском говорит, потому что у нее британец. Я говорю, вам помочь? Она говорит, знаете, нет, это нужно было подниматься 10 лет назад. А мы с вами не подходим к той гробнице, потому что здесь нет прохода. Мы пройдем немножко другим путем и поднимемся через мосток, там где он есть, к более даже крупным гробницам. Я сразу предупреждал, друзья мои, что все, что можно, я показать, к сожалению, с Анной, тут тем более он закрыт и проход закрыт. Я показал, а там почему даже решетки, а там потому что верблюдов держат, потому они и закрыли. И я говорю, что некоторые из них имеют кубическую форму, некоторые у нас сделаны как плоскости. Ну вот, народец пошел, прям сильно кому-то видно интересно, хотя там объективно только верблюдов держат. Много очень, много очень испаноязычных, много очень италоязычных. Здесь рядышком очень недорогие билеты, мы для интереса смотрели. Один из моих друзей летел из Милана, говорит, так, кажется, с Европы, говорит, сюда прям прямые рейсы, так все очень удобно. Ну, в Иордании имеется в виду, а по Иордании уже путешествуют. Итак, мы движемся к огромным, огромным, без преувеличения, огромным гробницам. Красава! Фух, я прошел, потому что я терпеть эти толпы не могу народу. Вот когда-то, знаете, мы будем ходить по широким древним улицам, выдолбленным, просто вырезанным в скале. И по этим узеньким, малюсеньким проходам, которые сделаны сегодня для тысяч туристов. И зададимся вопросом, почему же у нас... Сейчас-то мы делаем какие-то проходы узкие, пешеходные, всякие переходы. А тогда, вот видите, приходится ждать. Терпеть не могу. Ну, ну, что делать. Вот, таряжки были. Так, мы идем... Тут странное очень место. Почему странное? У нас есть вот такие выборки. Они сейчас уже в эрозии разрушенности. Так, а можно раздеваться. Куртку можно снять. Здесь пустыня, достаточно холодно. Зимой. Ой, зимой, достаточно холодно ночью. И вот, показываю пока панораму. И тепло. Достаточно жарко даже сейчас, в феврале. Вот панорама огромный. Огромнейший из мест. Туда мы тоже постараемся, как мы с вами прийти. Поднастроил телефон. И пойдемте. Итак, сплошные помещения. Помещения разной высоты. Но здесь еще засып. Но в целом видна форма. Вот тут вот проход. Где-то невысокий. Даже сказали бы мы низкий. Вот видите, ребенок стоит. Засып есть некоторые, но это не радикальный засып. Потому что вот здесь на высоте уже этого нет. Просто сам песок накрошился. Как друг-друг пропускают. Что здорово. Так, сейчас я решу. У меня задача посмотреть гробницу сначала, которую я не видел. Я решу, как ее посмотреть. Ага. А мы... Ну, здесь вот подшаманили, перевожили уже... Ход. Подъем, точнее. Все это блоки, которых не было. Да. Мы идем вот к той удивительной гробнице. Китайцы говорят. Сказал своим женам, что нечего там смотреть. Ерунда. Шучу. Ну, древние Алинские же. Получились читать. Сейчас мы как-то... Как это должно подниматься-то? Ага. Вот тут, что ли, пролезть? Да. Пролезу-ка я тут. Народ где-то верхом шел. Как хорошо, что есть люди. Можно сразу понять размер. Ну, сейчас где-то выдублены прям примитивно-примитивно. Мы не знаем вообще, на каком качестве. И в какой последовательности. И не добавлялось ли, но есть версия, что все-таки люди тоже вносили в свою лепту. Ну, вот ширина улицы. Просто показываю ширину. И ширину некоторого. Одного из подъемов. Не знаете, куда он идет. Народ там нет. Но это не показатель, конечно. Здесь народ... Тут просто объем огромный. Ааа, так. Я хочу посмотреть. Посмотреть вот эту гробницу, ребят. Да, изучим ее. Вот просто рядышком. Сейчас люди дойдут, а потом я ее покажу и сам пойду наверх. Вот, чтобы вы размеры. Сейчас он человечек входит. Вот, человек входит в дверь. А мы попробуем пройти по древним ступеням. Кстати, высоту мне тоже надо измерить. Потому что высота ступеней... Ну, здесь можно спорно утверждать по поводу высоты. То, что они мне, конечно, неудобны. Вот эта, например, ступень будет точно не меньше 30 сантиметров. Соответственно, мы должны 3 умножать на 8,75. Среднее... Это так посчитать рост под кого ступень сделанной. Ну, то есть, если мы посчитали... Если берем 30 сантиметров, казалось бы, разница небольшая. Но это уже рост 3 на 8,24. 20 на 2,6 метра. Понимаете? Да? Так. А здесь что за панорама? И куда она ведет? Ступень широкая? Я к чему? Там у нас для туристов сделали небольшие ступеньки. А здесь широкие ступени. Кто-то прорубил. Так, все. Дальше никуда. Ну, ладно. Вот. Прогат говорил, роща золотая. Скажи, обещал показать гробницы, а показал ступеньки. Мы с вами посмотрим. И вот эти. Пройдем к театру. Тоже высеченному в скале. Погуляем здесь по плато самым разным. Ну, и вы видите, насколько удивительно. Долина Петры в плане застройки. Это не вся долина. Она идет огромная. Переваливается за те скалы. Уходит туда, вглубь. Во все стороны. Туда, вдаль, по прямой. В тесто. То есть надо минимум. Считается 8 дней, чтобы пройти маршрутами Петры. Учительные древние ступени. Мы не знаем, сколько же по ним ходило. Но ширина, я к чему говорю. Вот ширина ступени. Полноценная очень. Хорошая такая ширина. Она как раз вот. Видите? Это вот все. Вот так вот выделялись ступени. Вот эта ширина, она для удобства. Потому что мы вот сейчас, то, что сделали для туристов, ну, крайне неудобная вещь. Нам, кстати, еще вот туда вот предстоит идти с вами. Видите, лестница. Лестница. Люди поднимаются, поднимаются, поднимаются. Там капец, как высоко. Просто жуть высоко. Устанешь, там еще ходишь, хочешь, хочешь. Серпантин кошмарный. Только пешком жуть. Но есть ради чего. Поэтому поднимемся. Обязательно посмотрим. Канал Забытый Руин. Чуть не сказать, акватория. С большой локацией, из большого пространства. Петры.